В отделении респираторной патологии Национального центра охраны материнства и детства лечение от пневмонии получает 51 ребенок, 8 из них в тяжелом состоянии. У всего тяжелых больных 8, они все стабильные, состояние в динамике у них улучшается. На сегодняшний день мы не можем сказать, что мы отмечаем какой-то рост пневмонии, что началась эпидемия. Данные пневмонии мы не связаны с коронавирусной инфекцией, это сезонный подъем заболеваемости ежегодный. Всего в центре лечатся 136 детей. По словам врачей, в некоторых случаях пневмония – это постковидная реакция. После коронавирусной инфекции реабилитация у детей проходит очень долго, а когда иммунитет слабый, легко подхватить вирусную или бактериальную пневмонию. Я хотела бы обратиться родителям, если вдруг у ребенка появились какие-то симптомы острой вирусной инфекции, то обращайтесь сразу же в своей поликлинике, в ГСВ, в ССМ. Если ребенок нуждается уже в стационарном лечении, то тогда только идут к нам. Так как острая респираторная вирусная инфекция, это начинается с катаральных проявлений, температуры тела, отдышка. Стоит отметить, что сегодня Национальный центр охраны материнства и детства – единственное медучреждение в стране, в котором принимают детей с пневмонией и острыми вирусными инфекциями. Другие больницы в связи с эпидемиологической ситуацией перешли на прием больных коронавирусом и объявили режим карантина. До того, как появилась коронавирусная инфекция, на таких больных работало 4 больницы. Поэтому, так как все больные концентрируются у нас в центре, вот такое может быть паника или ажиотаж, что наблюдается подъем пневмонии. Ну, пока мы этого не можем сказать, что есть какая-то эпидемия, что идет такой значимый подъем данных заболеваний. Это обычно сезонное заболевание. Врачи предупреждают, что если у ребенка появляются такие симптомы, как жар, слабость или кашель, следует немедленно обратиться за медицинской помощью и просят соблюдать строгое соблюдение санитарных правил. Продолжение следует...